Снегопады, морозы и штурмовой ветер. В Украине снова бушует непогода. Циклон движется с запада и пройдет через полстраны. Практически всюду резко похолодает в некоторых регионах до минус 11. Стихия уже оставила без света около 400 населенных пунктов в 7 областях. Больше всего пострадали Львовская, Закарпатская и Ривнанская. Продолжат наши корреспонденты. Из-за сильных снегопадов в горах Закарпатской области на дорогах образовались огромные пробки. Спасателям пришлось вытаскивать грузовики из сугробов. Пока в горах шел снег, низины заливал дождь. Уровень воды в реках поднялся на 3 метра. В некоторых местах они вышли из берегов. Подтоплены десятки домов и более тысячи гектаров полей. Во Львовской области за сутки выпала почти месячная норма осадков. Без электричества остались 330 населенных пунктов. А на границе с Закарпатской областью ночью образовался настоящий транспортный коллапс. Крупногабаритную технику эвакуировали три бригады спасателей. Было сделано эвакуацию и буксирование 48-й одиниц великовонтажных автотранспортных засобов. Также сделалася координация мобильной оперативной группы и главного управления всех сил и засобов и служб, которые были задействованы для проведения рятувальной операции. В Ривненской области снегопад начался еще накануне вечером и за ночь успел натворить немало беды. Поваленные деревья, оборванные линии электропередач. Автомобили в кюветах. Рятувальниками, вместе с работниками патрульной полиции и дорожными службами, было надано допомогу 63 гражданам. Было вытягнуто с кюветов или отбуксировано 29 одиниц автотранспортной техники, среди которых 24 вантажки, 4 легковика и один микроавтобус. Последствия постепенно ликвидируют. В Ривне дорожники сутки работали практически без остановки. Для расчистки улиц от снега задействовали все службы. Без электричества в области остались более 70 населенных пунктов. До конца суток энергетики надеются возобновить электроснабжение. По утверждению синоптиков, непогода вызвана итальянским циклоном. Он пронесется над Украиной, заденет западные, центральные и северные области. И до среды должен покинуть страну.